Получить земельный участок или деньги, которые можно потратить на покупку квартиры или погашение ипотеки. Такой выбор теперь появился у многодетных семей в Вологодской области. Многих такое решение порадовало. Далеко не у всех есть время и силы на строительство собственного дома. А вот расширить жилплощадь актуально для большинства. Андрей Кузнецов узнал подробности. Семья Кутенёвых давно мечтала о просторном жилье. Трудно представить, но ещё недавно они впятером ютились в однокомнатной квартире. Теперь места хватает всем. И родителям, и старшей Александре, который собирается поступать в университет, и младшим Косте и Ане. Очень нравится здесь. Места много, но и не только. И детский сад рядышком у нас, и школа рядом. Кутенёвы купили новое жильё в ипотеку. Часть долга уже погасили материнским капиталом. Они давно узнали, что вместо земельного участка, который им положен по закону, могут получить денежную выплату. В регионе заработала программа так называемых земельных сертификатов. Для нас сейчас более актуально всё равно погасить ипотеку, а не получить участок земельный. Это будет лучше. И мы, опять же, на процентах сэкономим. И быстрее с ипотекой рассчитаемся, чтобы потом что-то уже думать и приобретать, допустим, ещё. Согласно постановлению, которое вступило в силу с 1 января, многодетным семьям предоставляется единовременная выплата. Размер 223 тысячи рублей рассчитывали, исходя из средней стоимости земельного участка, который предоставляют семьям Вологодской области. Денежные средства от выплаты можно будет направить на приобретение жилья либо земельных участков, на которых возможно строительство жилья. Причём как по договору купли-продажи, так и по договору долевого участия. На погашение потечных кредитов, на оплату договоров подряда на строительство индивидуальных жилых домов. При этом средства перечисляют немногодетной семье, а, например, собственнику квартиры, у которого будут её приобретать. Или банку, с которым заключён кредитный договор. По новой программе можно купить и участок. И выбор ограничен только пределами области. Разработчики программы постарались учесть интересы и тех семей, которые планируют построить частное жильё. Теперь они могут самостоятельно убирать земельные участки. И тех, кто скорее потратит деньги на приобретение квартиры, а не на возведение частного дома. У семьи Залевских, например, попросту нет возможности строить загородный дом. На средства земельного сертификата они планируют купить новую однокомнатную квартиру. Как говорят, на будущее. Я думала, господи, куда я с этим земельным участком пойду. Мне пришлось бы его продавать. А сейчас этого не нужно делать. Можно взять деньгами. Хотелось, чтобы к моменту получения высшего образования детьми у них было бы своё всё-таки жильё. А вот для Петуховых из Грязовецкого района именно земельный участок, на котором теперь планируют построить большой дом с гаражом и мини-фермой, был давней мечтой. Я думаю, будем ставить здесь самое удобное место. Подальше всё-таки от дороги это будет. Баньку вот здесь поставим. В семье подрастают трое сыновей, помощников. Хотят и на тренировки, и поплавать, и побегать, и всё хотят. Так что тут как раз с районным центром рядом на всякие тренировки можно будет их возить. В планах может быть завести кроликов, предположим, да? Тоже хорошо. Ребята будут помогать. В 2019-м на земельные сертификаты в областном бюджете заложено более 400 миллионов рублей. Получить выплаты смогут около 2000 многодетных семей. Если эксперимент признают успешным, программу планируют продлить и на следующий год. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Илья Коротков, Лариса Никитина. Первый канал. Вологодская область.